Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Выступление поэтессы Юлии Соломоновой в рамках проекта «Литературный квартирник» прошло с большим аншлагом. Все билеты были раскуплены еще за неделю, а организаторы подготовили гостей необычный прием. В толпе поклонников поэзии была и съемочная группа «Бьюти Тайм». Вот уже второй визит. Самый читаемый поэтессы Рунета Юлии Соломоновой вызывает ажиотаж у зрителей до такой степени, что билеты раскупаются в один момент. Концерты Юлии – большая редкость, поэтому встреча с ней долгожданна. В этом году ее принимают не только тепло, но и эмоционально и креативно. У нас такой некий флешмоб Соломоновой в ее поддержку. Мы ее очень любим, ценим, уважаем. И своим внешним видом это, в общем-то, подчеркиваем. Я в черном платье с красной помадой, с красным шарком и с красным перчиком. То есть вот я пришла и так почитала это приглашение на данный вечер, что обязательно что-то должно быть красное на мне. Вышел один ты, а все равно чувствую рядом бабы. Бабы. Господи, бабы. Одни бабы приглашают меня в Челябинск. Спасибо вам, бабоньки, эти цветочки для вас. Но я чувствую, что вы под меня косите. У людей, незнакомых близко с творчеством Юлии Соломоновой, она ассоциируется с саркастической женской тематикой. Поклонники же знают, что круг ее лирических героев достаточно широк. Ее стихи, они очень тонкие и женские. Да, они саркастичные. Да, они лиричные. То есть каждый для себя найдет то, что ему именно в это настроение попадает. Сегодня я такая, я прочитала стих, опа, оно мне попало. У нее каждый стих такой. Он найдет отклик в любой какой-то определенный день каждой женщины. То есть мы все это переживаем. Поэтому я ее считаю очень как бы близкой к женщине. Но в то же время, если ты мужчина и хочешь хоть немножечко понять нашу душу, да, женскую, загадочную, то, пожалуйста, стихи Соломонова тебе в помощь. Читал некоторые стихи. Мне девушка рассказывала. Ну, мне очень нравится. Посыл очень разный. В том плане, что под каждое настроение может подойти. Абсолютно никакого стиля я не придерживаюсь. Я просто пишу о том, что меня волнует. И я очень много подражаю. Все, что мне нравится у других авторов, у современных авторов или у классических, я подражаю. Мне что-то поразило. Это энергия во мне. И мне хочется тоже свое произведение на эту тему написать. У меня есть, например, произведение «Собака Динго» называется. Ну, это такое стихотворение от лица мальчика, вот, влюбленного. И я прочитала молодых поэтов, и там было столько вот энергии первой любви, и я уже эту энергию... Нет во мне ее. Но она меня так напомнила, что я написала это стихотворение, а мой муж прочитал и сказал, будет трогательней, если это будет читать не мальчик, а отец своей дочери. И я такая точно, действительно. И вот у меня теперь есть идея, я хочу снять артиста, чтобы он прочитал это стихотворение именно отец дочери. Там так трогательно. Что-то, не плачь, подойди, прислонись щекой, встань туфлями на ботинке. Сейчас я уйду, но вернусь щенком. Дикой собаке Динго. Современные поэты сегодня в качестве площадки для творчества все чаще выбирают интернет. Но к своей популярности в сети Юлия Соломонова относится с долей скромности и юмора, местами черного. Ну, если верить цифрам, то да. У меня, наверное, из современных поэтов, кто именно занимается поэзией, у меня больше всего подписчиков в сети. Ну, понять, войдешь ты в школьную программу или нет, можно только после смерти. Ее творчество – это история о любви в эпоху потребления. В ее стихах каждый может найти свою Соломонову и те чувства, что он когда-то пережил. Сейчас общее количество ее подписчиков в социальных сетях более миллиона. Но после этого вечера их станет еще больше. Новый выпуск модной темы посвящен акцентам этого сезона. Как придать своему гардеробу новое индивидуальное звучание? Смотрите далее в выпуске. Для человека по-настоящему стильного модные тренды – не руководство к действию, а свежие идеи на тему современного гардероба. Можно, конечно, следовать им слепо и бесконтрольно, но лучше пойти по пути индивидуальности, присмотреться и выбрать свое. Модные тренды – это игра, в которую мы всегда предлагаем поиграть, потому что это интересно. Вы смешиваете один модный элемент с другим модным элементом, разбавляете все это базовыми какими-то моделями, и всегда получается что-то новое. Но не забывайте о своем собственном стиле, индивидуальном. Это всегда модно, актуально. Что касаемо стилей, основной стиль этого сезона, он уже в устойчивой позиции держит давно – это спортшик. Это соединение, казалось бы, изначально не соединяемых вещей. То есть сегодня мы юбки-пачки, шелковые топы носим со спортивной обувью. Например, в классических костюмах используем спортивные элементы. Спортивные костюмы, они исполняются из более благородных, достойных тканей, таких как шелк, шерсть. Обильно украшаются вышивками, пайетками, стразами. В подобных вещах данного стиля вы всегда выглядите очень достойно, и вам при этом достаточно комфортно. Верхнюю одежду в качестве акцента предлагают весь последний год. Именно поэтому данному элементу гардероба в нынешнем сезоне недостаточно быть только теплым. Сегодня очень актуально пальто. Это альтернатива паркам, курткам, и пальто всегда выводит ваш стиль на новый уровень. Большое внимание уделяем деталям, акцентам и качественной фурнитуре. Еще из основных трендов сезона – это длина мити. Она используется в брюках, в губках, в пилотах. Длина очень интересная и практически всем подходит. Фактура – это тренд, который характеризует моду нынешнего десятилетия. В этом сезоне букле, бархат и ворсистый мех встречаются во всех категориях одежды. В этом сезоне большое внимание уделяется фактура. То есть это кожа, мех, как полностью изделие может быть из кожи и меха, так и отдельные ее детали. Также большое количество трикотажных аутфитов. И основным таким трендом этого сезона – это трикотажный кардиган, который мы бы рекомендовали носить с более легкими моделями одежды. То есть это легкие шифоновые платья, юбки и, например, брубая обувь. Фактура в сочетании с монохромом – это вообще отдельный тренд сезона. То есть мы совмещаем разные фактуры в одном цвете. То есть, например, блузы из шелка, юбка из шерсти, бинных оттенков. Большое внимание в этом сезоне уделяем деталям, аксессуарам. Броши, аксессуары, золото, серебра, бисера, пайеток можно применять в различных стилистических решениях. Можно украшать пальто, классические костюмы, костюмы в стиле спортшик, кэжуалшик. Вы всегда будете выглядеть индивидуально. Что касаемо колористики, то на сегодняшний день хит сезона – это красный гренадий. Каждая модница использует его в своем гардеробе. И хотя бы маленькая деталь у вас должна быть красного цвета. Сегодня моду творят не только дизайнеры, но и стилисты. Одни придумывают оригинальные модели, а другие помогают сочетать их между собой. Так рождается индивидуальность. Главное, к чему стремится современная мода. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, администрация города Челябинска и клуб «Светлана» приглашают на 14-й танцевальный фитнес-форум. 28-29 октября. Лучшие презентеры России и Европы представят на двух площадках популярное танцевальное направление. Подробности на сайте. Светлана74.ру Танцуй со звездами! Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-отелье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкино, 32. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Ресторанные премии для нашего города – тема известная. Золотую вилку, например, учредили еще в 2002-м. В нынешнем году журнал «Собака.ру» реализовал проект «Что где есть в Челябинске». Организовали премию «Что где есть в Челябинске» для того, чтобы и рестораторы могли подключиться к этому, и посетители больше узнали об этой индустрии. Ну, а по большому счету мы не хотим никого разъединить. Мы как раз-таки хотим всех объединить, чтобы все дружили, чтобы, как сказал наш главный редактор, чтобы в Челябинске наконец-то тоже появилась своя улица. Наша редакция во всех своих проектах выбрала для себя такую политику, что мы создаем прецедент, мы создаем информационный повод, мы создаем людям возможность встречаться, гостям встречаться с профессионалами индустрии. У нас есть люди, которые занимаются своим делом с удовольствием давно или недавно, но очень увлечены этим делом. Просто нужно об этом рассказывать. Мы создали такую премию для того, чтобы люди видели, что действительно какая-то движок в городе происходит. Для каждого ресторатора это не просто работа, это часть их жизни, в которой все продумано до мелочей, во всем присутствует авторский стиль и вкус, своя концепция, не похожая на другие. Живое общение с гостями. Каждому гостю я лично уделяю внимание. Это вкусной едой, какими-то историями рассказываем про блюда. Ну и те блюда в меню, которые у нас есть, в шеф-меню, готовлю только я, и обслуживаю гостя я сам. То есть я приношу ему, убираюсь за ним, ну и уже общаюсь, знакомлюсь. Мы знаем, что Англия любит свои традиции, и у нас есть правила жизни. У нас много вечеров. Вечер английской поэзии, вечер освещения английскими собаками, гастроквесты, куча-куча-куча всего, чего в принципе в Челябинске нет. Так как я являюсь мамой двоих детей, у нас есть комната, где полностью оборудована. Там найдут мамы, которые приходят с детьми, памперсы, влажные салфетки. В общем, полностью мы оборудовали для того, чтобы было как можно более комфортно находиться у нас мамам с детьми. В первую очередь я обращаю внимание на то, как официанты относятся к гостям. Для меня важным моментом является именно коммуникация с гостями. Там спрашивают ли можно у вас забрать тарелку. Ну, подходит ли, интересуются, может быть, мне чего-то не хватает в данный момент. Обращаю внимание на качество промо-материалов, на качество меню, на качество исполнения контактов. Очень сильно обращаю внимание также на подачу блюд, потому что для меня, как для гостя в первую очередь, очень важно, чтобы это было красиво, ну и вкусно, естественно. Пышный интерьер и выдержанный гостями дресс-ход в начале вечера напомнил светскую вечеринку. Но как только ведущие вышли на сцену и начали цитировать строчки «Версус Баттла», а в исполнении группы «Маргарин» зазвучали хиты Ленинграда, атмосфера стала поистине рок-н-рольной. Потому что нет денег, ни рубля, ни рубля, потому что нет квартиры, ни машины, нет, потому что не умею я болеть опять, когда нет денег, нет любви. Конечно, неожиданно, но приятно. И для нас это очень большая честь, очень почетная награда, также мощный импульс для дальнейшего развития. Хочется верить, что те труды, которые мы вкладываем в свою работу, они оправдывают уже себя, и впереди все будет хорошо. Конечно, эмоций очень много, и эта награда дает нам большой шанс проявить себя. Признанные рестораторы города искренне благодарили организаторов премии и обещали в дальнейшем не разочаровать своих гостей. Итоги первой премии «Что где есть в Челябинске?» такие. Открытие года «Гастробар Толстой», лучший семейный ресторан – ресторан «Оливер», лучший национальный ресторан «Балкан Гриль», лучший пивной ресторан «Паулайнер Броухаус», лучший ресторан на каждый день – «Вальд Бедуар», и лучший ресторан премии оказался «Рестобар Сельпятниц». Вы смотрите «Бьюти Тайм», далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Холодная погода вызывает желание облачиться в уютные и теплые фактуры, обладают которые не только трикотаж, но и замша. В этом сезоне дизайнеры предлагают немало идей с использованием этого мягкого визуально и тактильно материала. Привлечет внимание и особо эффектно подаст замшу перфорация, особенно в сочетании с денимом или хлопком. Тренд на про-американский стиль актуализировал бахрому. Ее можно встретить не только на сумках или косухах, но и в виде кашне. Такой аксессуар не только согреет, но и прибавит стильности обычному свитшоту или футболке. Брюки из замши не самый практичный вариант. Лучше отдать предпочтение вставкам из этого материала. Тем более комбинированные фактуры в леггинсах и джинсах работают на стройность. Найдется место замши и вечерней моде. В сочетании с драматическими элементами мягкая фактура выглядит особенно оригинально и свежо. Мода и комфорт совсем не антонимы. Для стильной зимы главное найти подходящие материалы и оригинальные идеи с их участием. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима? Неужели она ей не подошла? Проект команды Beauty Time. Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет уникальные аппаратные технологии за один час, красота и здоровье с максимальным комфортом, консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 3395. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова